Следователи опубликовали скандальные кадры с камеры видеонаблюдения, где отец второклассника избил 11-летнего мальчика. Так он отомстил ребенку, который якобы обижал его сына. Видеоразборок взрослого и мальчика отсмотрел и наш корреспондент. Эти кадры из коридора школы уже приобщены к материалам уголовного дела. На съемке видно, как мужчина хватает мальчика, не обращая внимания на рядом стоящего социального работника, а потом утаскивает на разборки. Уже позже, это не попало в кадр, он избил его так, что ребенок оказался в больнице. Досталось и завучу учебного учреждения, которое пыталось заступиться за мальчика. Друзья и одноклассники пострадавшего вспоминают, как слышали его крики о помощи. В живот ударил с руки и по шее вроде бы рукой ударил. Слава хороший парень. Получается, мы с ним три года на каратэ ходили. Предварительно медики диагностировали у него травму живота. Сейчас мальчика уже выписали, он находится дома. По одной из версий, так мужчина якобы отомстил пятикласснику, который обижал его сына, второклассника. За день ранее, якобы на уроке физкультуры, повторяю, якобы, была некая потасовка между этими учащимисями. Но опять в раздевалке после урока физкультуры, когда дети переодевались. Я узнала ровно одно, было все спокойно в раздевалке, времени на драке не было, дети вышли оттуда в спокойном состоянии. В рамках проверки будут устанавливаны все обстоятельства произошедшего, будет принято процессуальное решение. В рамках проверки будет также дана уголовно-правовая оценка действиям педагогического состава, в чьи должные обязанности входит обеспечение соблюдения режима безопасного пребывания детей в учебном учреждении. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что конфликт между ее сыном и второклассником случился накануне на уроке физкультуры. Мальчик, сын нападавшего, не мог успокоиться. В этот момент он схватил туфли, сменную обувь своего одноклассника и продолжил носить обувью удары по голове. Второклассник, видимо, пожаловался отцу, и тот пришел на разборки с пятиклассником. И вот ситуацией заинтересовали следователи. Мужчине грозит до двух лет колонии. Кстати, после инцидента он забрал документы сына из учебного учреждения и собирается устроить ребенка, за которого заступался в другую школу. Татьяна Лаврова, Кирилл Уланов, 31 канал.